ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто ещё расскажет о себе? Вы в последнем ряду, Вачка. Меня зовут Бобби, и я игроман. Привет, Бобби. Знаете, народ, вы ведь здесь не потому, что любите играть. Вы здесь потому, что не умеете играть. Полегче. Им не нужно бросать это занятие. Им нужно научиться играть как следует. Кто раздаёт? Сыграем! 1972 год. Теннисистка Билли Джин Кинг, чья карьера идёт вверх, вызывает жгучую ревность у вышедшего на покой Бобби Рикса. Бывший чемпион Уимблдона смотрит завистью на то, как Кинг поздравляет президент Никсон, но он не знает, что у Кинг есть свои проблемы. Например, призовой фонд в играх Американской ассоциации тенниса для женщин в восемь раз меньше, чем для мужчин. При попытке выяснить, в чём разница, Билли получает ответ. Смотреть на мужчин интереснее. Аргументы об одинаковом количестве проданных билетов не действуют. Американские спортсменки формируют собственную лигу. Итак, Билли Джин, о чём ты мечтаешь? Поймите меня правильно. Я люблю женщин в спальне и на кухне. Болтай-болтай, Бобби. Чем больше наговоришь, тем больнее будет проигрывать. Теннисный матч 1973 года между первой ракеткой мира Билли Джин Кинг и экс-чемпионом, 55-летним неоднократным победителем турниров «Большого шлема» Бобби Риксом был прозван «Битвой полов», а также стал самой рейтинговой спортивной телепрограммой всех времён. За состязанием наблюдали 50 миллионов американцев. Теннисный поединок состоялся в то время, когда общество как раз активно обсуждало проблему равенства мужчин и женщин. Мнения Кинг и Рикса по этому вопросу находились на разных полюсах, при этом каждый из них боролся со своими более личными проблемами. Поддерживая мужа в борьбе за равную оплату выступлений спортсменов обоих полов, Билли Джин параллельно пыталась осознать свою сексуальность, в то время как Бобби рисковала репутацией в попытке вернуть себе прежнюю славу. Вместе Кинг и Рикс устроили грандиозный спортивный спектакль, вызвавший широчайший резонанс далеко за пределами теннисных портов. На протяжении многих десятилетий эту историю пытались экранизировать, но в этом году все совпало. У фильма был нормальный бюджет, отличный сценарист Саймон Буфой, получивший Оскар за сценарий к фильму «Миллионер из трущоб». В общем, все звезды сошлись, и подобралась правильная команда кинетографистов, чтобы перенести эту историю на большой экран. Я была очень тронута, взволнована и посчитала большой честью, оказанной лично мне, что ситуация вокруг борьбы женщин за равноправие в большом спорте, которую я когда-то возглавила, спустя 45 лет вновь кому-то интересно. Иногда в своем стремлении высказаться на важную тему кинетографисты не то чтобы перегибают палку, а изобретают колесо. Режиссеры Джонатан Дейтон и Валерий Феррис, известные хипстерскими гимнами «Маленькое мисс счастье» и «Руби Спаркс», берутся за сценарий Саймона Бафоя о реальных событиях 1973 года и выдают банальное по своей сути кино, которое как-то спасает яркий Стив Карелл, пусть и затмевая напрочь скучную главную героиню в исполнении пусть и тоже лауреатки премии «Оскар Эммы Стоун». Что привлекло нас прежде всего к этому проекту, так это те подробности и детали, о которых мы вообще не знали в связи с историческим теннисным матчем под названием «Битва полов». Это касается реальной обстановки в американском обществе по поводу гендерного равноправия. Нам было ничего неизвестно о личной жизни Билли Джин Кинг, которая очень сильно повлияла на профессиональную карьеру теннисистки, а также о проблемах в жизни Бобби Рикса. К тому же нам удалось воскресить и собрать в одном фильме ярчайших персонажей мира большого спорта, СМИ и общественных деятелей из США эпохи 70-х. Они все потрясающие личности, которые достойны быть показанными на экране нашими чудесными актерами. Я помню, что это был спор не на жизнь, а на смерть. Показателем для меня стала обложка влиятельного журнала «Тайм», на которой появилась карикатура на Бобби Рикса. Я сразу подумал, что происходит что-то мощное и серьезное. Однако самое странное в отношении этого матча «Битвы полов» заключалось в том, что он стал не просто грандиозным спортивным событием, но он стал и заметным феноменом в поп-культуре. О нем продолжали говорить после, а потом вечно вспоминали. Поэтому нам показалось весело и важно вновь вернуться к той истории и показать ее под новым светом, добавить деталей. Люди, возможно, слышали для матча «Битва полов». Но мало кто знает, что происходило на самом деле и что скрывалось за теннисным кортом в личных жизнях обоих спортсменов. Дамы и господа, я покажу вам шовинизм от слова шоу. Бобби Клоун. Это все для него игра. Бизнес, спорт, да что ни возьми, везде правят мужчины. Мы хотим подвинуть вас и встать рядом. И вас это бесит. Нас смотрят 40 миллионов человек. Битва, которую все ждут с нетерпением. Хватит разговоров, пора играть. Проблемы в личной жизни Билли Джен Кинг и Бобби Рикса без преувеличения и спровоцировали тот самый, теперь уже ставший легендарным, матч «Битва полов», который состоялся 20 сентября 1973 года в знаменитом Дворце спорта в Хьюстоне в Астродоме, и который американский телеканал ABC показал в прямом эфире. Рикс, чья зависимость от азартных игр составляет его супругу, в этой роли появляется уже почти забытая Элизабет Шу, выгнать его из дома придумал матч века. Он выйдет на корт и, будучи швинистской свиньей, Бобби настаивает, чтобы его называли главным сексистом от спорта, сыграет с любой женщиной. Он докажет, что мужчины лучше, ну а женщины и рядом не играли. Кинг хотел бы ответить Риксу, но у нее своих забот не в проворот. У нее роман с парикмахершей Мэрилин, который она тщетно скрывает от мужа и родителей. Кроме того, кажется, личная жизнь неплохо влияет на ее игру. Но, так или иначе, матч все равно состоялся. На кону был призовой фонд в 100 тысяч долларов. И Кинг стала первой в истории женского тенниса спортсменкой, которая выиграла такие деньги. Да, она обыграла Рикса в трех сетах, но об этом все давным-давно и так знают. Я, кстати, очень хорошо помню тот самый матч, хотя мне было всего 11 лет. Я помню, какой невероятный ажиотаж царил вокруг битвы полов, и что почти вся Америка прильнула к телеэкранам, чтобы посмотреть эту игру. Моя семья, мои родители, друзья, все постоянно только об этом и говорили. Спор реально вышел масштабным, и это был мощный вызов, брошенный 55-летним чемпионом 29-летней девушке. Но что самое смешное, в начале 70-х в Штатах было только три телеканала. Так что чисто технически про битву полов, про пари и вызов говорили все СМИ. Кабельных и спутниковых телеканалов в природе еще не существовало. И у всех нас не было другого выбора. Смотреть больше было нечего, пришлось наблюдать. Но мне навсегда врезалось в память поведение Бобби Рикса. Сумасшедшим, эпатажным шоуменом, которого, как мне кажется, всерьез-то особо и не воспринимали. И все его пресс-конференции, все его оскорбления в адрес женщин по большому счету серьезно не воспринимались. Но все понимали, что он это делает специально, для привлечения к себе внимания. Фактически на потребу публики. Причем он сам реально осознавал, что он таким образом просто шутит, потому что его просят так делать для поддержания конфликта. Это подогревает интерес к матчу со стороны аудитории, ну и так далее. То есть Бобби реально действовал по всем правилам и законам шоу-бизнеса. Алло. Эврика Биллиджи. Это Бобби Рикс. У меня генальная идея. Женофоб против феминистки с небритыми ногами. Ты видишь, что феминистка? Я донесист, и при этом женщина. Не вешай трубку. И, кстати, ноги я обрею. Я слышала об этом матче «Битва полов», но мало что знала в подробностях. Поэтому мне пришлось серьезно погрузиться в исследование темы. Работе над материалами на стадии подготовки к роли. Но я даже и представить не могла, какого масштаба это был вызов, что его обсуждали все СМИ. За ним следила вся страна. А уж последствия этого турнира вообще стали гендерной революцией в мире большого спорта. Кстати, социальные изменения начались не только в спорте. Они коснулись и других сфер американского общества. Именно тогда начинается мощный виток борьбы женщин за гендерное равноправие. Я не пожалела, что согласилась на этот проект, и для меня стало большой честью сыграть Билли Джен Кинг. Кстати, Эмма Стоун не сразу перевоплотилась в Билли Джен Кинг. Вначале актрису утвердили на роль первой теннисной ракетки США в прошлом. Однако занятость в других проектах вынудила кинозвезду от съемок в фильме «Битва полов» отказаться. Роль отдали Бри Ларсон, но через несколько месяцев она покинула проект. У Стоун к тому времени съемочный график стал менее плотным, и образ Кинг она на экране все-таки воплотила. Правда, до начала съемок актрисе пришлось упорно заниматься теннисом. В ее тренировках принимала участие сама Билли Джен Кинг, поскольку режиссеры хотели добиться, чтобы Стоун на корте была максимально похожа на легендарную теннисистку. Но в итоге даже этого оказалось недостаточно, и во многих сценах актрису в кадре заменяла профессиональная спортсменка. Я не стал очень сильно давить на Билли Джин и требовать от нее рассказать все в мельчайших подробностях о том самом матче. К тому же мне надо было хоть как-то научиться играть в теннис, чтобы выглядеть на экране правдоподобной. Но я не буду скрывать, что я очень сильно стеснялась и позволила ей взять бразды правления в свои руки. В итоге мы много общались вне корта, и она мне сама обо всем и рассказала. К тому же Билли Джин познакомила меня со своей партнершей, тоже теннисисткой Иланы Клосс. Я много узнала о дискриминации женщин и ЛГБТ-спортсменов в спортиндустрии. Вообще, я с очень большой теплотой вспоминаю наши беседы за чаем, добрее человека, чем Билли Джин я раньше не встречала. Причем она постоянно повторяла, что я могу к ней обращаться за информацией, советами и прочим в любое время. Она понимает особенности киносъемок и всегда готова прийти на помощь. Но со временем я, исходя из профессиональных соображений, поняла, что я не могу полностью погрузиться в жизнь Билли Джин. С актерской точки зрения я, Эмма Стоун, должна немного дистанцироваться от своей героини Билли Джин Кинг. Когда ты сама не жила в те времена, не видела всей той гендерной борьбы, ты не можешь объективно судить обо всей ситуации. Билли Джин все это прошла и испытала на себе. Я не должна повторить ее дорогу. Я обязана правильно перенести ее образ на экран. Билли Джин тогда было 29 лет. Конечно, она не может рассказать мне ну уж абсолютно все о своей личной жизни, переживаниях и страхе. К тому же, это ведь ее версия событий. Вот поэтому я использовала для подготовки к роли не только личные беседы с ней, но и пересмотрела все ее тиреинтервью, прочитала многое, что она говорила и что писали о ней. Я должна вам признаться, что тогда она очень сильно отличалась от нынешней Билли Джин Кинг. События войны полов не раз использовались кинетографистами. Так, в 2001 году был выпущен телевизионный художественный фильм «Когда Билли побеждает Бобби». В 2013 году в кинотеатрах прошел документальный фильм «Битва полов». В марте 2015 года объявлялось, что кабельная телесеть HBO готовит к выпуску художественный телефильм о «Битве полов» по сценарию Дэвида Оберна с Элизабет Бэнкс и Полом Джаматти в главных ролях. А Уилл Феррелл работает над комедией об Обериксе на основе материалов ESPN, посвященных этому матчу. Что же касается трагикомедии с Эммой Стоун и Стивом Корреллом, то она выходит в нужное время и в нужном месте. Баби Бунта в Голливуде уже превратился в откровенную травлю всех представителей мужского пола и очередную охоту на ведьм времен печально известной эпохи маккартизма. Теперь всей мировой аудитории стоит запастись терпением, пока страсти поулягутся, а Голливуд начнет снимать кино про что-нибудь еще помимо Битвы полов. И как тяжело тетенькам жить в этом жестоком мире больших спорта, шоу-бизнеса, ну и так далее. Кстати, сам фильм Битвы полов пока не демонстрирует мощных бокс-офисов в прокате. Интересно, почему? Субтитры создавал DimaTorzok